Приветствую друзья! После практически года использования SMSL-DO200 к сожалению пришлось его продать, зато на смену я взял другой не менее интересный балансный ЦАП SMSL-DO100. Базируется который на двух конвертерах ES9038Q2M, на USB стоит довольно современный чип XMOS 2-го поколения, а за Bluetooth отвечает Qualcomm QCC5125 с поддержкой PTHHD и LDAC кодеков. Измерения заявлены просто фантастические, как и параметры для PCM и DSD форматов. Есть много плюсов и пара важных минусов, о чем я сегодня и планирую вам рассказать. Собственно, поехали. Пришел девайс с довольно скромной по габаритам картонной коробкой со схематично изображенным героем обзора и логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации. Комплект нам положили небольшую, но очень полезную инструкцию, гарантийный талон, пульт управления, Bluetooth антенну, USB кабель и классический шнур питания на 220 вольт. Блок питания, как и у всех новых моделей компании, встроен непосредственно в корпус устройства. Выполнен пульт из тактильно приятного матового пластика с прорезиненными кнопками. Из функционала на него вынесли кнопку питания, регулировку уровня сигнала, переключение входов, отключение дисплея, временное отключение звука Mood, а также тонкую настройку устройства посредством встроенного меню. Корпус УЦАПа полностью сделан из металла. Сверху у него красуется логотип пройденной Hi-Res Audio сертификации, а снизу он надежно фиксируется на четырех прорезиненных ножках. Из ходов имеем Bluetooth, APTX HD и LDAC кодеками, коаксиал, оптику и USB порт на Type-C. А на выходе расположен набор из пары RCA, и пары балансных XLR разъемов, переключения между которыми я лично не нашел, сигнал видимо сразу идет в оба направления. Расстроило же меня лишь отсутствие аппаратной кнопки включения питания, как это было в DO200. Без нее ЦАП надо или постоянно вытягивать из розетки, или же он будет находиться в состоянии сна. Кому как, но лично мне было бы удобно отключать девайс старой доброй кнопкой. Фронтальная часть представляет из себя дисплей с большим многофункциональным регулятором, вращение которого происходит с такими приятными механическими щелчками. Обычное вращение, как и положено, изменяет уровень громкости, а короткое нажатие перебрасывает нас в системное меню, где можно выбрать активный вход, один из семи цифровых фильтров, коррекцию джитера от ESS, версию USB для подключения к игровым консолям и старым ПК и, конечно же, уровень яркости этого самого дисплея. На главном же экране обычно отображается активный вход, уровень громкости, или же текущая частота дискретизации. Скромно, но довольно функционально. В процессе работы аппарат практически не нагревается, выглядит солидно, да и места на столе он особо не занимает. Разбирать героя обзора у меня в планах нет, однако производитель в изобилии снабдил нас фотографиями его начинки. Из важного отметим два относительно свежих конвертера ESS и ES9038Q2M, 4 операционных усилителя OPA1612, за USB отвечает микросхема XMOS 2-го поколения, на Bluetooth установили Qualcomm QCC5125 с поддержкой APTX HD и LDAC кодеков. Не сказать, что прямо топовое железо, но весьма приличное. Подключаем к ЦАПу имеющийся у вас источник цифрового сигнала, в моем случае это USB. Ну а выход может сразу идти на активные мониторы или же через внешний усилитель, например, на пассивную акустику. Вот здесь надо быть очень осторожным, наушники непосредственно к девайсу подключать категорически запрещено, для этого существует соответствующее устройство. Специально к SMSLDO100 был разработан усилитель для наушников HO100. Но в данном плане никаких ограничений нет, можно подключать и любой другой. Я, например, большую часть времени использовал его с заметно более серьезным HO200. Включается ЦАП автоматически, с меню или пульта выбираем активный вход, регулируем уровень сигнала и можно заводить любимую музыку, запускать секвенсор или же начинать играть в любимые игры, если вы по этой части. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически готовый к работе посредством эксклюзивных режимов в SAP. Для поддержки же старых версий и ASIO интерфейса нужно скачать и установить соответствующие драйверы. Там я, как всегда, рекомендую ничего не менять. По форматам нам доступен PCM до 32 бит 768 кГц и DSD до DSD 512. Аппаратного декодирования MQA в данном девайсе, увы, не предусмотрено. Со смартфонами ЦАП тоже работает в полной мере, в том числе и через специализированный битперфект режим. Ну и не забываем о использовании аппарата посредством Bluetooth-подключения, где нам доступны практически все современные кодеки, включая PTXHD и LDAC. Однако следует понимать, что все эти алгоритмы с потерями, следовательно, лучший звук будет только по кабелю. Измерение я снимал в 24 бита 96 кГц на ЦП Яванда Космос с балансного выхода устройства. В результате имеем все графы в положении отлично, за исключением АЧХ, но и там вполне допустимые отклонения, равные 0.3 дБ на 20 кГц. В остальном же шумовая полка где-то на минус 155 дБ, шикарный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на уровне минус 130 дБ, а гармонические на минус 125 дБ с процентным соотношением 0.15%. На бумаге производитель указывал по-моему 0.8 дБ, но таких результатов не было даже на специализированном оборудовании. Впрочем, и так все просто, шикарно. Технический ЦАП бесподобен. Звучит же ДУ-100 очень по-разному, в зависимости от того, какой к нему подключить усилитель. В моем случае использовались активные мониторы ближнего поля Yamaha HS80M и два усилителя для наушников, предтоповый SMSL HO200 и специально созданный ЦАПу в пару HO100. И если в первом случае мы имеем взрослое, солидное по массе, детальное и очень естественное звучание, то тот, что предлагает нам в пару, заметно более напористый, яркий, но менее объемный. То есть сразу чувствуется, что HO200 стоит уровнем выше, чем HO100. При этом к самому ЦАПу лично у меня вопросов нет. С SMSL HO200 и мониторами Yamaha он просто превосходен. Хватает и деталей, и объема, и прорисовка самих аудиальных образов на высоте. Успел конечно сравнить DO200 и DO100, как говорится, лицом к лицу и здесь возможно кого-то расстроит. DO200 по всем параметрам ощутимо лучше, так что если хочется получить максимум, то, к сожалению, сэкономить не выйдет. Но при этом и сказать, что небо и земля, я лично не могу. DO100, хотя и не так круто, однако всего там хватает и все на своих местах. В оркестре достаточно воздуха, прекрасное позиционирование инструментов и очень точная передача текстур. Джаз, фанк, рок, блюз и что угодно еще вокально направленное и ритмично-мелодичное звучит ну просто восхитительно. Настолько, что поскучав, пару дней по DO200 поймал себя на мысли, что с DO100 получаю не меньшее удовольствие от прослушивания. Единственное, когда HO100 может понравиться даже больше, чем HO200, если вы ценитель всяких тяжелых агрессивных жанров. Вот там тембральный объем и прорисовка сцены в глубину, которую нас балует HO200, порой бывает даже лишней. Так что, несмотря на предпочитаемую вами стилистику, к DO100 вы можете подобрать правильный усилитель и получить от него ну просто волшебную за свои деньги связку. Разбирая по частотам, здесь естественно шикарный по текстурам и отработке бас, сочная сверхвыразительная серединка и комфортный слуху продолжительные верха. По своему же характеру DO100 почти не отличается от DO200. SMSL себе не изменяет, продвигая тот самый эффект погружения с максимально подробной прорисовкой каждого из инструментов и всего музыкального полотна в целом. По подаче звук получился живой, мелодичный и просто невероятно вкусный. Опять же, лучше есть и это DO200, но там и ценник совсем другой. Из наушников в тесте использовались модели от 20 до 1000 долларов, причем как различные внутриканальные, так и топовые планарные и чисто динамические полноразмеры. Оба описанных усилителя все прекрасно переварили, причем и разделение инструментов получалось превосходное, и насыщенность и глубина. Сказать по секрету, сравнил даже герой обзора с топовым топпинг D90LE и без своему объему и эффектности DO100 мне понравился даже чуточку больше. И это при разнице в цене в 5 раз в сторону топпинг. Так что если вам по вкусу некоторое трехмерное звучание, мелодичность и прорисовка пространства, то уверен, SMSL это то, что вам нужно. Ну а что именно выбрать DO100, или DO200 это уже смотря сколько вы готовы потратить. Оба эти ЦАПа, на мой взгляд, ну просто шикарны. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL DO100 солидно выглядит, имеет как обычные, так и балансные выходы, высокого класса измерения, продвинутая меню настроек и целую кучу различных вариантов подключения, в том числе и через Bluetooth с поддержкой самых современных на сегодня кодеков. Технически устройство абсолютно превосходно, да и звучит гораздо дороже своей цены. С прекрасной прорисовкой сцены в глубину, объемными, тщательно прорисованными образами, с шикарной выразительностью и тем самым завлекающим магнетизмом. Признаюсь, я большой фанат именно такой подачи, джасней, ну просто феноменально крут. Главное правильно подобрать усилитель. Я бы рекомендовал к нему HO200, а так смотрите сами, для металла, рока и другой агрессивной музыки отлично зайдет и родной HO100, да и по цене он просится к нему в пару. А на этом у меня все, это был стационарный ЦАП SMSLDO100. Всем добра, всем пока, подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем добра!